Михаил Борщ – охотник с 30-летним стажем. Рассказывает, тщательно готовится к каждому сезону, продлевает контрольную карточку учёта добытой дичи и регулярно вносит охотничьи взносы. Приказ Минагрополитики и Минприроды о введении новых штрафов за браконьерство поддерживает. Я думаю, что я выскажу мнение не только своё, а и других охотников, что это правильно. Потому что, ну вы сами понимаете, мы охотимся в установленные законом сроки, мы охотимся по лицензиям, а просто потом приехать в угодье и не увидеть зверя. Мы платим взносы, кстати, немалые будем говорить. Теперь браконьер должен заплатить не только за незаконно подстреленную дичь, но и компенсировать средства, необходимые пользователю охотничьих угодий, на воспроизведение уничтоженного вида. Для нарушителей правил охоты штрафы увеличились в среднем в четыре раза. На пушного и копытного зверя, а также птицу. К примеру, за незаконное убийство лося штраф 80 тысяч гривен, за оленя европейского 60, за бобра 10 тысяч, за зайца 8, за сурка 6 тысяч гривен, за лебедя 4 тысячи гривен, гуси, кулики, куропатки и фазаны по 2 тысячи гривен. Существенная разница, очень существенная. И большая часть населения доходы, скажем так, не блещут. То есть для того, чтобы данный нанесенный ущерб Государственному охотничьему фонду возместить, то это человеку нормально, ну как бы, что-то нужно продавать. Так взять мне из ниоткуда эти деньги. Ну вот, пусть уже тогда думает. То ли пойти зайца стрельнуть, то ли по решению суда будет, либо машина там, либо какое-нибудь имущество конфисковано, продано, дабы погасить этот ущерб. Сейчас в Украине идёт подготовка к открытию сезонной охоты на пернатую дичь. В Харьковской области сезон начнётся, предположительно, 12 августа. Однако разрешение на проведение охоты не получат те районы области, которые граничат с Луганской и Донецкой областями, а также Российской Федерацией. Ирина Сайко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Виктив».